здравствуйте дорогие друзья читаю ваши комментарии и радуюсь за вас возможно я это само по себе концепция живу больше отдавая себя океану событий увэй недеяния и все само собой получается отказываюсь от сопротивления реальности своим умом что толку лишний ум мешает почувствовать океан бытия я быстро меняюсь в частности благодаря вашим добрым видео несомненно что это прямая помощь человеку вот гениально это гениально да ум мешает ум сопротивляется реальности и этому океану бытия правильно все горе от ума горе от ума поэтому что такое человек человек это осознающая энергия каждый из нас это такое энергоинформационное поле вот надо найти людей похожих как говорят одного поля ягоды да и тогда все будет чудесно значит я вижу как люди блокируют себе счастье он блокирует он блокирует вот я знаю бизнесменов не могут подняться не могут они выйти на более высокие доходы вот я пообщался с таким бизнесменом и я говорю ты себе блокируешь себе блокируешь этот вот эту финансовую энергию можешь зарабатывать в три в четыре раза больше ты можешь стать миллионером там за несколько лет ты блокируешь финансовую энергию своим умом своими страхами я это уже просто вижу чувствую другая женщина например вот выкачанная вся до страхов много страхов она одинокая боится мужчин не любит мужчин она блокирует энергию любви блокирует сексуальную энергию поэтому у нее нет ни любви ни секса я говорю не не надо блокировать это у тебя все может быть и секс и любовь гармоничные отношения вот заблокировано все умом мыслями негативным мышлением страхами разрушительными мыслями и так далее это всех касается всех поэтому мы эта энергия какую мы энергию генерируем то мы получаем то что мы отдаем то мы получаем отдаем щедрость получаем взамен щедрость отдаем любовь получаем любовь девушки молодые например тоже вот какой-то опыт неприятный в жизни разочарование в любви и блокируют энергию любви секса думают что вот не построить отношения уже ищут какие-то концепции за чтобы зацепиться и избегают убегают от своей природы от своей женственности сексуальности от проявления вот этого вот этой же ну женской энергии да вот хотя не могут построить отношения если они не будут это все блокировать своим умом если они если они смогут это преодолеть и так далее это здоровье вот кстати тоже болеют люди болеют опять я говорю не блокируйте энергию здоровья не блокируйте энергию исцеления вы цепляетесь за болезни цепляются люди хотят болеть видят выгоды в этом то есть во всем вот ум что вот эта рационализация страшная вещь всему находит оправдание рационализируют и хотят быть больными хотят быть несчастными хотят быть одинокими не хотят любить хотят ненавидеть не хотят секса не хотят быть богатыми хотят быть бедными вот это все в человеке есть хотят быть жертвами хотят быть беспомощными хотят страдать боже мой и все это из-за ума это все горе от ума поэтому снять эти программы убрать эти программы и стать счастливыми добиться всего здоровья богатства любви отношений прекрасных гармоничных все это возможно просто нужно поймите подобное притягивает подобное то что вы отдаете то вы и получаете это законы вселенной вот в моих рассылках это есть по-моему это в рассылке божественные письма там об этом рассказываю вот так что правильно океан бытия почувствовать океан бытия ум мешает вот молодец умный человек написал о том что ум мешает почувствовать океан бытия а умные люди как они себя ведут боже мой интеллигенция ну это же просто это же просто ужас как это интеллигенция себя ведет как себя ведут эти доктора наук какое негативное мышление стукачи доносчики ненависть какая к людям сколько там болезни у этих умников у этой интеллигенции они же все больные люди вот и нам это все преподносится как идеал как то как цель нашего существования нет и эту правду свою отстаивают и смотрите ведь все всему ищут оправдание и находят в том числе убийство людей война насилию всему находят оправдание кто это делает ум все несчастные при этом но все оправдано это ужасно мы живем среди умного зверя это конечно конечно это ад вот поэтому столько несчастных больных и одиноких людей и бедных людей ум опять вот как в песне моей моей поется в любви ты не бум-бум ты не бум-бум слова твои как будто как будто ветра шум опять тебя в тупик завел твой ум в любви ты не бум-бум ты не бум-бум вот надо выйти из этого тупика который заводит ум нас и когда вы выйдете за рамки этого ума вы вы обретете любовь правильно это океан любви и ум вот там вот вот такое вот такой вот островочек необитаемый так что может быть не случайно вот есть теория такая что что когда-то люди как человек вот превратился в дельфина и вот смотрите это совсем другое другая форма бытия мы очень оторвались от природы очень сильно оторвались я я вот не верю в там в то что люди придумали там богов прочее прочее всякие концепции идеологии обусловленности я верю в биологию я верю в природу надо вот по-новому осмыслить этот лозунг по-моему Жоржака Руссо да призыв назад к природе надо по-новому его осмыслить сейчас он может и должен по-новому прозвучать вот я подумаю об этом немножко подготовлюсь и быть может сформулирую это назад к природе вот значит не блокировать энергию энергия это самое самое ценное самое важное главное но наш ум еще раз еще раз наш ум он наш враг так и еще один комментарий еще один комментарий на комментарий был такой интересный значит я вообще вместо того чтобы писать ответы вам подробные на ваши вопросы я вам предлагаю начинаю встретиться на консультации от этого будет больше пользы от консультации моей потому что ну вы сами это почувствуете если у вас какой-то вопрос мы с вами его проговорим ну вы увидите как тонко изящно со сознанием дела работает гениальный психолог Максим Ефимов вот увидите это почувствуете надо нам пора с вами познакомиться уже я хочу с вами познакомиться с моими зрителями и помните что всякая подлинная жизнь есть встреча поэтому давайте встречаться давайте встречаться записывайтесь на консультацию и обязательно все получится и вот зрительница одна ответила очень правильно интересно на комментарии о том что надо лечить кукуку кукушку надо лечить кукушку правильно надо ее лечить у нее это заняло пять лет эти вот токсичные созависимые отношения она вышла из них и пять лет она лечилась ну вот пять семь лет да семь лет дают в принципе на полное восстановление психики но надо начинать уже иначе вы никогда не выйдете из этих отношений вами манипулируют то притягивает бывшему что отталкивает как быть вот манипуляции постоянные вы не можете построить отношения вы вот в таком раздрае живете надо надо пройти психотерапию обязательно это нужна нужна программа надо надо лечиться надо лечиться вот нужно формировать у себя новое мировоззрение избавляться от этих зависимостей научиться любить себя оценить себя трансформироваться ну как это только только психотерапия только общение наше только консультации программы только таким способом вы же наверняка что-то читали на эту тему в интернете но вам это не помогло не помогло правильно потому что человеку нужен человек внимание участие опять же энергии опять же попасть в это энергоинформационное поле другого человека вот вы знаете очень интересно ну да и посмотреть на себя со стороны вы не можете этого сделать сейчас в силу вот зацикленности на проблеме и вот этой избирательности восприятия вот насколько важно окружение наше оно очень важно и мы невольно невольно подстраиваемся под окружение я себя поймал на мысль вот недавно я был ну я так вообще я стараюсь общаться с как можно большим количеством людей и разными людьми и потому что человек для меня это зеркало как и для всех зеркало но одни смотрятся и познают себя а другие смотрятся в зеркало и плюют в него так вот я я раньше тоже плевал в зеркало а теперь я ну но но я понял теперь что не пеняя на зеркало коли рожа крива да теперь я в него не плюю а я смотрю на себя я смотрю на себя я себя познаю это великое самое великое что только может быть это самопознание это самоанализ это и я учусь и меняюсь учиться это прекрасно вот я всегда нахожу для себя повод учиться что-то новое учить и кстати говоря вот в изучении языков что интересно да сейчас я вам скажу да про языки да вот а так вот невольно подстраиваемся поэтому очень важно с кем вы общаетесь если вы общаетесь с негативными людьми с неудачниками с людьми у которых все плохо вы невольно будете похожими на этих людей поэтому любой ценой любые деньги платите чтобы общаться с людьми у которых все хорошо с успешными и самый простой способ ну начать с психологической консультацией и дальше дальше находите людей у которых все хорошо общайтесь с благополучными людьми это невероятное счастье подъем и вы будете подстраиваться под них невольно бессознательно вы начнете жить их жизнью и свое и вашу жизнь подстраивать под жизнь вашего окружения поэтому с миллионерами вы станете миллионером со счастливыми людьми вы станете счастливым человеком со здоровыми людьми вы станете здоровым человеком и так далее ну а с бедными вы станете бедным с несчастными несчастным с больными станете больным почему психологи не становятся больными общаясь с людьми у которых проблемы потому что они нацелены на решение проблемы то есть человек ко мне обращается с просьбой о помощи помочь в решении проблемы поэтому я задействую весь свой потенциал для того чтобы решить проблему вот и все поэтому консультация она позитивна всегда позитивно как бы плохо человеку не было но он ищет выход он идет к свету свет это я и мои знания и моя помощь мое участие профессиональное дружеское человеческое и и божественное и сверхчеловеческое всяческое позитивное участие и насчет языков под конец скажу вот я очень люблю учиться и всегда нахожу для себя возможности научиться чему-то новому состояние ученичества оно прекрасно что это дает это дает что дает изучение языков радость что приносит радость понимание когда ты понимаешь раз вот человек говорит на другом языке а ты его понимаешь это необычайная радость это просто счастье и когда понимают тебя и так что к чему мы снимемся к пониманию это первое что нам дает учеба учение образование подлинное это понимание второе радость понимания открытие и второе это возможность шутить вот для меня это очень важно возможность шутить на другом языке мне удается это сделать и вот когда я смог допустим развеселить человека и сам повеселился это создание хорошего настроения то ради чего мы учимся первое это ради понимания и взаимопонимания а второе ради хорошего настроения то есть смотрите как интересно получается люди встречаются а это что это следствие нашего развития то есть люди встречаются для того чтобы развиваться и отношения любые отношения семейные дружеские какие угодно здоровые отношения они построены на принципе развития взаимного развития если люди не развиваются все пиши пропало они не будут друг друга понимать и они будут они будут ненавидеть друг друга они не будут радоваться они не будут испытывать удовольствие от у них у них будет плохое настроение у них не будет хорошего настроения позитива не будет но соответственно что такое развитие развитие это есть любовь поэтому тот кто заинтересован вашما развития тот вас и любит и кто вас любят тот заинтересован вашим развитем вот так а любовь это что значит развитие это что неравнодушие к человеку, это небезразличное к нему отношение. Ну, а небезразличие это, что это как раз способность быть честным, говорить правду о человеке, о человеку, о себе ему, о себе, себе, о нем себе. Вот как интересно получается все. Так что учиться и меняться, то ради чего мы приходим в этот мир? Учиться и меняться. И, конечно, вот войти в этот поток правильно, в эту энергию, стать этим позитивным энергоинформационным полем, пространством, или это можно назвать еще пространство любви. Создавать это пространство, любить. Вот скоро, я надеюсь, скоро выйдут новые песни мои, да, вот опять про любовь. И уже другими словами, но про любовь тоже. Вот как интересно это все. Все в наших силах. И ум заводит в тупик, а любовь, она выводит из любых дебрей, из любых тупиков, из любого болота, из любого состояния, безнадежности, отчаяния, депрессии, конечно, из тьмы, из мрака. Научиться, поэтому научиться любить. Мы попали в эти состояния мрака, безнадежности, отчаяния, болезней, тьмы, ада, в ад попали. Именно потому, что не умели любить. Научимся любить. Выйдем из этого состояния, все будет очень хорошо. Получим то, что мы хотим. Каждый получает то, что заслуживает. Жизнь справедлива. И то, что мы отдаем, то мы и получаем. Поэтому что вы хотите, вселенная вам ответит. Ответит. На любой ваш запрос. Любое желание будет исполнено. Любое. Но имейте в виду. Но бойтесь ваших желаний, да, говорят. Думайте, чего вы желаете, чего вы хотите. То вы и получите. То, что вы отдаете, то вы и получаете. И вот все только от вас зависит. Благодарю за внимание. Пишите. Я очень рад читать ваши письма. Тем более, когда вы меня хвалите, это тоже такое социальное поглаживание. Это важно. Важно. И я иногда себя забываю похвалить. Вот. Ну, а вы не забывайте хвалить себя и меня. Человека, который вам помогает, служит для вас поддерживающей средой, делится с вами своей любовью, энергией, радостью, счастьем, видением. и вы так и делаете. Молодцы, молодцы. Это очень здорово. Это прекрасно. Все. Давайте создавать пространство любви, радости, принятия, поддержки. Будем поддерживающей средой. Поддерживающая среда, она не ограниченная умом. Она, потому что сердце, оно огромное. Душа, она огромная. Ум маленький. Душа размером со Вселенной, с космосом, с бесконечностью. Я вам в следующем видео прочитаю очень красивые стихи, которые я нашел, средневековые. мы с вами вдохновимся еще больше. В каждом видео больше и больше вдохновения жить, радоваться и любить. И, конечно, сама реализовываться и добиваться своих целей и воплощать в жизни свои желания. И брать от жизни все и получать все.